здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать пятом уроке видео курса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке я хочу вам показать виджет который работает с фото что конкретно он делает вот я загрузил фото она во первых делается черно-белое при наведении мыши на изображение изображение показывается в оригинальном виде но это не самое главное самое главное здесь когда мы кликаем на изображение у нас над изображением появляется такая вот подложка где мы можем изменить практически все цвет скругление тень и все данные здесь то есть вот может быть кому-то пригодится например там блок наши сотрудники или еще где-нибудь вот такие вот моменты у нас делает данный вид же давайте придем в adobe muse и посмотрим настройки данного виджета и так давайте переходим в настройки виджета и первое что нам нужно добавить изображение кликаем по ссылке добавить файл и выбираем изображение с компьютера выбрали изображение видно что она мне тут обрезается я его увеличу до тех пор вот так за маркирочки пока изображение у меня не будет показано видите вот здесь вот у меня вверх обрезается я еще растягиваю пока она не будет выглядеть хорошо и так смотрите первое что у нас здесь есть бордер радиус но так как у меня изображение имеет прозрачный фон здесь наверное это не будет видно то есть бордер эта рамка у нас радиуса скругления скругления по сути вот краев изображения да но это если jpeg картинка так здесь мы я ничего не трогаю и двигаюсь дальше name это то имя которое будет всплывать вот в этой подложке когда мы кликаем на изображение я напишу например федор подложка имеет оригинальный красный цвет то есть по умолчанию давайте я вам покажу чтобы вы лучше понимали то есть я кликаю вот вы видите да наверху идет красный цвет у подложки то есть я меняю цвет на свой color это цвет вот этого шрифта белый в принципе на подложке темный будет смотреть нормально и ниже это у нас идет размер данного вот этого текста который вы вписываете в поле name давайте проверим прав ли я вот вы видите да подложка там у нас идет темная давайте я изображение немножко опущу чтобы мы видели все как выглядит вот подложка вы видели я поменял цвет текст федор белого цвета дальше вот это настройки позиция это у нас идет как бы подзаголовок и цвет этого подзаголовка какой я выберу темный дальше идут контактные данные здесь вы вписываете свой mail телефон и для этого мл телефона ниже какой выбрать цвет но подложку я оставляю белую поэтому я беру темный цвет для телефона и мэйла дальше текст сайт вот здесь это размер для вот этих вот полей email и телефон и у нас здесь есть последние настройки у нас вы тут не видите обрезается чуть-чуть я вам сейчас покажу карт сеттинг то есть это как бы карточка всплывает да вот background заливка для этой карточки дать чтобы вы лучше понимали я просто назначу черный цвет чтобы вы явно точно понимали о чем идет речь вот видите вот эта подложка черного цвета стала это и есть этот цвет то есть background заливка я оставляю белый дальше border radius это как раз таки скругленные углы для вот этой подложки shadow color этот цвет тени данной подложки можете также выбрать какой-то свой вот это что не влезала изначально в урок здесь в принципе говорит не о чем это иконка телефона у нас идет как иконки брать сервиса вы уже умеете и с легкостью здесь ее ставите то есть о какой иконке речь вот видите телефон напротив иконка телефона ну вот здесь не знаю что вы тут смените если у вас тут телефон в принципе эта иконка она здесь отлично подходит в общем вот такой вот виджет интересный аналогов я таких не видел может где-то пригодится на этом я заканчу данный видео урок и увидимся в следующем